Привет, я Вури. Выпала из новогодней комы и рисую как не в себя, ловя вайбы рукали из Наруто. Тем не менее, это очередное разговорно-рисовательное видео, потому что, во-первых, я заметила, что подобные видео вам нравятся, они удобные для того, чтобы включать их на фоне, пока рисуешь или занимаешься своими делами. Плюсом ко всему, моя цель остается все еще 300 набросков, чтобы набить руку и чтобы линии были более уверенные, ну и все в таком духе. Продолжаем воевать с этой штукой. На данный момент я нахожусь в своем родном доме, и в ближайшее время я не приеду в Санкт-Петербург опять, потому что у меня запланирована поездка на месяц, и после нее я приеду на арт-маркет в Москву, а уже потом в свое родное болото. Поэтому планов много, и если вы хотите за всем этим следить, знать какие-то там новости, новые комиксы и так далее, подписывайтесь на телегром-канал, на группу ВКонтакте, все в описании. А еще можете здесь подписаться и поставить колокольчик, конечно же, но это я так, ни на что не намекаю, прямым текстом говорю. Насчет комиксов я работаю над сборником из синглов, так, например, из общедоступных есть «Сад невысказанных слов» и «В темноте», который я делала еще будучи в школе, вот, а «Сад невысказанных слов» не супер давно был сделан, и в итоге я решила, что я хочу сделать сборник, который будет включать в себя главы, какие-то рассуждения о жизни. Говорит человек, которому еще 20 не стукнуло. Из других комиксов все так же выходит смысл, который попадается в популярных на Монголибе, и сюда приходится очень много прекрасных личностей в комментарии. Также выходит «Звездочка», что-то комфортное. Потом на «Бусти» для «Бустят» выходит комикс «Зак», который, да, пока что он будет только на «Бусти», потому что я вот такая вот противная. Ну и также я довольно часто рисую ерунду, точнее, за правду ерунда, называется комикс, с очень сратенькими и миленькими главами, там, какими-нибудь смешнявками. В плане ютуба я хочу делать анимации, все так же, возможно, такие разговорные видосики, подкастики. А еще тут мне недавно в голову стукнуло, что у меня есть телефон, в том плане, что я не брала с собой камеру. Я не знала, что я настолько надолго уеду со своего города, со своей квартиры. И я не взяла камеру, но я поняла, что у меня есть телефон. Я хочу попробовать поэкспериментировать и поделать, знаете, такие маленькие кинематографичные влоги, которые там, ну, минуты на три-две, грубо говоря, и которые такие, типа, эстетично, красивы. Извините, насмотрелась японцев, ничего не могу с собой поделать. Из забавных новостей я сделала самое страшное в своей жизни. Это приостановило свою учебу, потому что я немножко разочаровалась в образовании. Тем не менее, да, я взяла перерыв. Это было очень сложно, потому что это было мое взвешенное решение. Было сложно сказать родителям об этом. И все такое. Я хочу попробовать курсы. Я хочу попробовать пожить. Делать не то, что мне говорили делать. Потому что, ну, знаете, мы учимся и поступаем так, как от нас этого хотят, чтобы нами гордились. И здесь я сделала очень несвойственное мне решение. И я просто привыкла, чтобы меня любили и мной гордились в моей семье. А здесь я такая, типа, оп, извините, я импостер. Тем не менее, я вправду горжусь своим решением. Тем, что я сама подумала, чего я хочу. А хочу я сейчас просто найти себя. Знаете, мир не рухнет от того, что я что-то для себя решила. Я еще чертовски молода. И у меня еще очень много решений, которые мне придется принять. И это окей. И поэтому я не сильно переживаю. Мне кажется, больше переживает моя родня. В общем, мы ушли немножко в личные дебри. Суть такова, что я пускаю свои силы в саморазвитие, в книжки и курсы. В просто то, чем я хочу заниматься, подумать об этом. Может, я вообще хочу стать лингвистом. Кто меня знает? Теперь мы можем наконец-то поговорить о рисунках. Мне кажется, это очень забавно, что я просто все начало видео выливаю на вас какую-то личную информацию. Разговариваю с вами как, с друзьями. Поэтому живите с этим. Это все мои видосы. Насчет набросков. Поначалу мне было немножко тяжело вернуться в этот ритм безудержного рисования. Хотя я все еще рисовала каждый день. Даже на праздниках. И в общем, я бесилась. Первые наброски не получались. Я их стержала, рисовала новые. Например, в начале записи вы можете увидеть, как часто я что-то стираю, как часто я что-то перерисовываю и тому подобное. Я просто брала любые референсы, которые мне нравятся, и рисовала. Видела фаны прикольные, рисовала. Видела фигню прикольную, рисовала. Просто все рисовала. На данный момент я примерно поняла, чего я хочу. От своих рисунков, от своей стилистики. Я все еще хочу идейности в своих рисунках. И на последнем фан-арте по Масян Тунчу у меня это более-менее получилось. Мне понравилось. Потому что там есть идея заложена, смысл. Смысл есть. И вот я хочу начать делать более вот такие вот рисунки, которые можно рассматривать. Или, если ты читал произведение, понять, что здесь происходит. Я сейчас стараюсь больше анализировать свои работы, рисунки, анализировать какие-то картины, которые вижу. Например, сейчас мне очень нравится слушать подкасты. Если вспомню, сейчас покажу канал. На котором я слушаю разборы каких-либо картин. То есть, какие детали, что значат, что есть что по сути. Возможно, я бы хотела попробовать для себя что-то из символизма. Когда на рисунке это выглядит так, а символизм обозначает совершенно другое. Например, рыба на полотне вообще-то символизирует там вонь. В ближайшее время я смогу проводить стримы. И я хочу делать их почаще. То есть, прям по вечерам, возможно, у меня получится сидеть и с вами стримить. Рисовать какие-то главы комиксов, ну и все такое. Точно. Анимированные и иллюстрации. Одна еще из моих таких мини-целей. И я уже стараюсь ее реализовать. В общем, это вот такие видашки, которые я делаю. И они делаются в After Effects. Но также есть программа Mocha Studio. И, например, анимацию с Заком, которая есть на канале, была сделана в Mocha. А уже вот эти анимированные иллюстрации я пытаюсь обуздать Adobe After Effects. Я с ним дерусь. Вроде более или менее успешно. Но, тем не менее, это легенькая анимация. И я в будущем хочу что-то делать красивше. Возможно, даже 2D-шные иллюстрации движущиеся, типа, анимированные. Это очень интересно. Это, ну, это, типа, так необычно. У меня сегодня речь какая-то скомканная. Просто извиняюсь. Продолжим, наверное, с личного. Потому что наброски, это, конечно, классно. Но давайте болтать. Я приехала гостить в свои родные горы Краснодарского края. Да. Вот. И я гуляла по набережной как-то вечерочкам. И словила такую грусть. Я даже, наверное, не могу объяснить, что это за грусть такая. Или почему она была вызвана. Просто это довольно сложно. Когда ты покидаешь то место, где вырос. Обычно, вроде как, должны быть теплые чувства, связанные с ним. Но возможно ли это потому, что я довольно сводолюбивый человек. А в этом месте у меня какие-то ассоциации того, что ты здесь как в клетке. Или нечто подобное. Возможно, просто... Просто стала чувствовать дискомфорт. Хотя я очень рада увидеть родных. Прям очень. Когда я только приехала, моя бабушка расплакалась от того, что она расплакалась. Расплакалась и я. И это просто... Да, обожаю. В общем, из чего-то подобного. Это все. Из каких-то планов. Я тоже все, в принципе, рассказала. Там... У меня планы только рисовать, рисовать, рисовать. Из набросков под конец всего своего одеяния мне уже стало проще. Рука уже легче шла. Ну, после первого, второго холста с вот этими набросками мне уже стало намного проще. На днях я также остырила у сестры холст и рисовала на нем масляными красками. Но получилось не очень. Я пытаюсь все замазать и перерисовать. И поэтому я воюю. Но это расслабляет. Расслабляет рисовать красками, кстати. На холсте. Чувствуешь себя сразу таким а-ля очень дофига художником, а не рисовакой. Хотя, учитывая, что у меня получается на холсте, принимая в сведения фактор того, что я никогда не держала масляные краски у себя в руках. Это просто какая-то война с растворителем. В общем и целом, да. Спасибо за видео. Ой, в смысле, спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Не забывайте кушать, спать, отдыхать. Заглядывайте в телеграм, в ссылочки в описании. Бусти, не бусти. Все есть. Все, все есть. Все у нас есть. Вот, жду вас там. Всем хорошего денечка, вечерочка. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok